Всем привет! В общем, мы приехали сегодня на наше производство, где мы изготавливаем памятники и где у нас весь материал хранится для монтажей. Сейчас 7.30 утра, ребята как раз-таки сейчас грузятся всем материалом для того, чтобы поехать на монтажи. И вот пару человек мы здесь застали, и я им хочу задать вопросы, которые задают наши клиенты в общении с менеджерами в офисах. То есть это действительно вопросы, которые интересуют большинство людей. Для того, чтобы просто вы смогли получить ответ от ребят, как они это действительно делают. Первый вопрос. Сколько и какой арматуры мы закладываем в ленту фундамента? Ну вот это вот Александр, он начальник наших всех бригад монтажных. По факту он знает лучше всех эти вопросы и всех контролирует каждый день. Саш, доброе утро всем. В ленточный фундамент мы закладываем рифленую арматуру диаметром 10 миллиметров. Закладываем мы ее по всему периметру в два ряда, 3 сантиметра снизу и 3 сантиметра от верха. Потом связываем еще поперечными штырями через каждых 50 сантиметров. И на углах мы заводим арматуру тоже на 50 сантиметров. Ну ты имеешь в виду, что мы углы стыкуем арматуру не вот таким вот образом, а мы арматуру заводим на другую аж на целых 50 сантиметров? Да, да, да. Мы заводим на 50 сантиметров и нижний ряд арматуры и верхний ряд арматуры у нас углы в разные стороны. То есть если нижний ряд загнут в эту сторону, значит верхний ряд у нас будет уже загнут в эту сторону, а сюда будет идти целая арматура. В противоположную, да? Да. А для чего мы так делаем, Саша? Ну зачем такой перерасход? Можно же было на 10 сантиметров загнуть? И все. А так получается мы 50-50-50. То есть мы 4 метра арматуры тратим просто вот сходу, если два ряда идет. Ну и так далее. Зачем так? Для прочности конструкции и так положено по СНИПам. У нас разработан свой техрегламент, по которому положено, чтобы угол заходил на 50 сантиметров. Леш, какие есть вообще виды фундамента? Ну, в нашей компании есть несколько видов фундаментов. Это ленточный фундамент, потом ленточный фундамент плюс один ряд бисерных блоков и монолитная плита. Какой больше тебя интересует? А мы сваи вообще в каком-то случае делаем или нет? Сваи мы делаем на косогорах, а также по желанию заказчиков. И третье. При необходимости на данной конструкции сваи мы обязательно делаем. Хорошо. И вот непосредственный вопрос, который часто задают клиенты. Как между собой крепится бисерный блок к этим видам фундаментов? Ну, берем образно ленточный фундамент. Ленточный фундамент у нас льется 15 ширина, 30 высота. Армируется арматурой десяткой, в два слоя. По перечине горизонтальная арматура, на которую она опирается при вязании, каждые 50 сантиметров. Заливаем ленточный фундамент. После высыхания ленточного фундамента монтируем бисерный блок на цементно-песчаный раствор. Бисер. В нем есть замки, которые по технологическим картам укладка бисера должна составляться с швом от одного сантиметра до двух. Но мы это не делаем. Мы делаем шов меньше, чтобы был эстетический вид. Большую нагрузку он на себя не берет при монтаже памятников, благоустройства. Но создается красивый вид. Бетон забивается во все замки бисерного блока. При этом мы вырезаем в каждом бисерном блоке зубы, чтобы в дальнейшем, когда будет заливаться монолитная плита сверху, плита основания, была связка всех блоков в одно целое. Леш, так а как тогда связывается бисерный блок между собой? Или они стоят просто раздельно? В каждом бисерном блоке есть отверстия и замки. Между собой мы сводим бисерный блок плотно друг к другу, забиваем замки бетоном. И также в каждом бисере мы вырезаем шаром 20 сантиметров отверстие, которое в дальнейшем при залитии плиты монолитной, на плиту мы используем арматуру восьмерку с шаром вязанием 20 на 20 ячейка, с пирогом. Образно жидкий раствор снизу, арматура, жидкий раствор сверху. Толщина стяжки получается у нас 8-10 сантиметров. При этом получается плита и завязывается весь бисерный блок с замком. Получается арматура, которая находится в плите. Есть каждый прутик, который заходит в каждый бисерный блок. И получается каждый бисерный блок завязан непосредственно с плитой через арматуру и через, соответственно, бетон, который тоже затекает в пазы. Все понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Саша, а сколько дней вообще должен сохнуть бетон и вообще когда мы ставим памятники на него? Полное высыхание бетона происходит через 28 дней. Но через 7 дней он набирает 70% крепости. И мы приступаем к облицовке плиткой. И потом еще через дня 3-4 устанавливаем памятник. Но это еще в зависимости от того, какой памятник. Большой, маленький. То есть если больше памятник, значит даем больше дней. Если обычный, стандартный, то от заливки бетона до установки памятника проходит где-то от 10 дней. Саша, так а сколько дней тогда у нас уходит на полный цикл монтажа? С начала работ до сдачи памятника клиенту? От начала бетонных работ до установки памятника у нас проходит примерно около 15 дней. Сколько раз наши монтажные бригады приезжают на захоронение, чтобы выполнить все работы? Примерно 3-4 раза. Первый раз это когда приезжают на бетонные работы. Ну потом даем 7 дней, чтобы бетон набрал крепость. Потом приступаем к облицовке плиткой. Потом 3-4 дня проходит, чтобы плиточный клей набрал крепость. И потом монтируем памятник. Итого получается до 15 дней. То есть получается, что 3 раза мы выезжаем на монтаж. Леш, это наверное если мы керамогранит кладем. А если мы гранит кладем? Если гранит, тогда 4 раза выезжаем на монтаж. Ну или сложный заказ увеличивается тоже 4-5 раз можем выехать. Ну сколько надо для того, чтобы не нарушать технологический процесс. И чтобы все было крепко и прочно. Леш, слушай. А вообще вот при облицовке фундамента гранитом, почему у нас уходит больше времени, там на 1 или на 2 раза больше приезжаем? Ну начинается все с монтажа опалубки под фундамент. Должна быть конструкция с зубом, на который будет опираться сам гранит. Вот. Уходит больше времени. После укладки, когда высыхает бетон, производим укладку гранита. Гранит мы делаем на подсистему крючки. Для этого ему надо высохнуть хотя бы сутки. Вот. Крючки, это гранит ставится на зуб и прибивается крючками к основанию. При этом в дальнейшем нет такого, что он забухтит, отвалится или еще что-то. Его в любом случае, она конструкция получается цельная. Мы заливаем этот между гранитом и основанием расстояние и даем высыхать сутки. На следующий день мы монтируем верхние части гранитных плит. Потом даем им еще высохнуть сутки-трое, потому что слой там получается от двух до пяти сантиметров, чтобы нагрузка памятника потом не покрывила гранит. Мы не монтируем сразу памятник. Даем высохнуть там. Ну и из-за этого получается, что монтаж благоустройства с гранитом увеличивается от четырех дней. Бывают разные конструкции, разные высоты, разные ширины и очень много элементов. От этого может занимать от четырех до, не могу сказать, до пятнадцати даже дней, даже в зависимости от конструкции. А какое самое большое количество выездов у тебя было на объект? Ну, наверное, это связано тоже будет с гранитными работами. С гранитными работами самое, наверное, дней шестнадцать. Вот, на один объект. Понятно. Правильно ли я тебя понял, что буквально, если мы говорим про монтаж гранита на цоколь, один ряд цоколя – это один день? Один ряд цоколя – один день. Да, да, правильно мы говорим. То есть, соответственно, один ряд выставили один день, высыхает день. Следующий ряд гранита – это уже новый заезд, даже если мы там уложились, например, в пять часов, а не в восемь. То есть мы не можем продолжать работу? Да, правильно. И, соответственно, когда мы монтируем уже гранит на горизонт, на площадку, это опять же новый день? Да, все правильно. Потому что, ну, не давать нагрузку первоначально на вертикальный гранит, чтобы он мог скрепиться, застыть. Саш, а почему мы всячески отговариваем клиентов от того, чтобы заказывать облицовку цоколя керамогранитной плиткой? Ну, потому что, когда мы монтируем гранит на цоколь, то мы его крепим механическим способом, это на крючки, и с помощью клея. А керамогранит мы не можем так закрепить, мы только его проклеиваем, и поэтому со временем он отойдет от цоколя. Но это пройдет года 3-4, туда будет попадать вода, ну, и вон отвалится плитка. То есть, ну, это не говорит о том, что она вся отвалилась, она может одна отвалиться, может и не отвалиться, там, и пять лет, и шесть лет. Это не очень надежный способ монтажа просто для керамогранита. Для гранита он очень хороший, а для керамогранита не очень. Так, Саш, вот есть еще такой вопрос от клиентов, очень часто задают, добавляем ли мы в раствор какие-либо добавки или присадки? Добавок и присадок мы никаких не добавляем, потому что, ну, бетон это цемент, вода, песок, ну, и гравий или щебень, там, уже в зависимости от пожелания клиента. И песок у нас весь с карьера, он с сертификатом, воду мы набираем, только водопроводную, не берем с речек никаких, никаких озер, потому что там тоже есть соли, какие-то микроорганизмы. Ну, поэтому мы используем только качественные все материалы. А почему мы памятник с тумбой соединяем арматурой, а тумбу с основанием не соединяем арматурой? Ну, потому что вес тумбы, он выдерживает вес памятника, он не упадет. Ну, и плюс мы, конечно, всегда используем качественные материалы, клеящиков, лекс, которыми, кстати, клеят окна в самолетах, проклеивают. Поэтому, ну, и герметично потом силиконим все швы, чтобы туда не попадала влага, поэтому нет смысла тумбу к основанию крепить на арматуру. То есть ты имеешь в виду, что тумба по размеру настолько большая, что если использовать качественные герметики, как вот мы используем, то они настолько крепко ее держат и приклеивают к основанию, что она вообще не отвалится? И не нужна арматура? Нет, она вообще не отвалится никогда. Леш, а вот еще часто клиенты спрашивают, а почему вы не засверливаете места для арматуры и, ну, соответственно, не скрепляете мелкие элементы гранита, например, столбики с фундаментом через арматуру? Ну, смотри, столбики, оградка, плюшки, ну, так называемые плюшки, это пяточки под столбики, вазочки, ломбады мы не засверливаем и не крепим. Во-первых, площадь столбика 10 на 10, высота его 20 сантиметров. Соприкосновение с ровной поверхностью плотное. Приклеивается, можно сказать, намертво. В дальнейшем бывают такие случаи, если засверлить до захоронения, когда мелкий элемент еще можно как-то сдемонтировать, струна или еще что-то, чтобы не мешало копке. Сдемонтировать его можно, это будет тяжело, но его можно. Также тумба, почему мы ее не просверливаем и не крепим к основанию, потому что площадь, сцепка склеивания тоже плотная, при этом мы еще силиконим. Почему мы стелу монтируем на штырь? Стелы у нас идут от 5 до 8, парусность стел, но при этом это, можно сказать, дополнительное наше страхование, то, что мы засверливаем арматуру в тумбу и в стелу, чтобы парусностью ветра она не могла упасть. Саша, вопрос еще часто задают клиенты, зачем мы делаем нависание керамогранитной плитки или гранитной плитки над цоколем? Даже если это бесер, если это облицованный плиткой цоколь. Зачем мы так делаем? Ну, вообще-то, чтобы выровнять край, если бесер, он имеет рваный край и плиткой, получается, мы его просто выравниваем, чтобы он визуально смотрелся красивый. А над плиткой мы используем нависание, чтобы уменьшить попадание воды, чтобы не затекала вода между верхом и между цоколем. Вот для этого используем нависание. А вот если клиент, заказывая памятник, говорит, что там на кладбище в основном глина, какой фундамент мы тогда рекомендуем делать? Ну, мы тогда рекомендуем заливать монолитную плиту. Выбираем полностью под плиту, котлован делаем и заливаем монолитную плиту. И тогда, если зимой происходит пущение почвы, то, грубо говоря, все благоустройство, оно вместе с почвой поднимается, опускается, как двигается земля, так и двигается благоустройство. Хорошо, то есть получается, что в этом случае фундамент не ломается, памятник не падает, не наклоняется, а просто потом, после размерзания почвы, становится на первоначальное место? Да, получается, почва отмерзла, и он встал на свое место. То есть зимой он может в одну сторону наклониться, а потом летом он встанет обратно на свое место. Но это только на глиняных почвах такое. Леш, тебе есть что добавить? Ну, бывают такие моменты, что может наклониться и не встать на место, но при этом можно сказать с большой уверенностью, исправить это, поправить это реально, ну, чтобы выровнять площадку. Любым домкратом можно подкопать, поддомкратить, выровнять все в ноль и подлить бетоном под низ, чтобы не пугать людей. В плане, оп, наклонилось, у меня благоустройство там на 10 сантиметров, оно не сломается, ничего. Мы взяли, раскопали, поддомкратили, подлили бетон, все, выровняли площадку. На глиняных, как бы это, я считаю, ну, как бы плюс именно монолитных плит. Леш, есть такой вопрос от клиентов, можно ли сажать туи рядом с фундаментом? На этот вопрос я отвечу так. Не рекомендую, можно посадить, ну, чем дальше, тем лучше. Не рекомендую близко к фундаменту, потому что проходят года, они маленькие. Корневая система в туях, ну, такая, как, не знаю, как паутинка такая. Корни, очень много корней. Есть возможность, что они будут заходить под фундамент, где-то будут находить щели в фундаменте. При росте самого дерева будет разрушение. Также, если где-то, пускай оно будет туя, полметра от фундамента посажено. Сегодня она маленькая, завтра это выросло дерево 10 метров в высоту. Так же самое у нее увеличились корни. Корнями может поднять благоустройство. Не так страшно, что где-то поднимет, где-то еще что-то. Как было много случаев, бурьи, ураганы, падает дерево рядышком. Пускай не на благоустройство. И корнями полностью поднимает все благоустройство. И ломает там все. И памятник, и само благоустройство. Ну, как бы, я не рекомендую ни деревья, ни туи. Цветы, пожалуйста. Можете вовнутрь, можете рядышком. Ну, с цветами вопросов не было. Хорошо, спасибо. Ребята сейчас ответили на основные вопросы, которые задают наши клиенты в офисе при заказе памятника. Если у вас есть вопросы, которые вам непонятны, задавайте их в комментарии. Мы постараемся на них ответить чуть попозже. Ну, я уверен, что эта информация была для вас полезна. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я надеюсь, что вы создадите особенный памятник для вашего любимого человека, который будет стоять очень долго.